Таким был город Бишкек накануне, в 10 часов вечера. А в это время, как всегда, почти все кафе и рестораны столицы работают. Также работает и наружное уличное освещение, несмотря на решение, которое было принято буквально пару дней назад национальным энергохолдингом. Так национальный энергохолдинг решил, что такие крупные объекты, как кафе и рестораны, должны до окончания отопительного сезона выключать наружное освещение в целях экономии электроэнергии. В национальных энергохолдинге миссию контролировать. Этот вопрос, напомним, поручили госраспредкомпаниям. Им нужно будет проводить рейды на постоянной основе. Правда, штрафовать тех, кто свет на своей террасе или витрину не выключил, полномочий не дали. Таким образом, все проверки будут носить скорее форму бесед для разъяснения предпринимателям, что в стране есть проблемы с объемами электричества, и его нужно экономить. Последние такому предложению энергочиновников изумились и добавили, что, вероятно, к дефициту электричества таким образом добавится еще и дефицит денег в бюджете от снижения налогов от ресторанного бизнеса. Погаси все вывески и баннеры, выключи подсветку, убери декор, и клиент поедет мимо. Подумает, что либо это захудалое заведение, или оно вовсе закрыто. Я против. Получается, это плохо отразится, во-первых, на удобстве гостей. Уличное освещение будет отключено, гости не могут даже буквально увидеть и лестницы. Помимо этого, это плохо для нашей рекламы. Помимо этого, решение этой проблемы, думаю, контроль. Сегодня, думаю, сегодня заметили, в инстаграме там уже парень один снял, что и днем уличные фонари горят. В летнее время мы пользуемся максимум три часа. Максимум три часа. Ну, в зимнее время от силы пять часов. Ну, это же и в нашей заинтересованности, чтобы меньше платить за энергию. Некоторые тойкана, кафе, рестораны согласны с решением Национаргохолдинга отключить наружное освещение. И, как мы сейчас видим, вот эта тойкана, она работает, но как фасадное освещение и рядом находящиеся светильники полностью отключены. А в этом ресторане, судя по звукам, идет той. Но наружное освещение практически отсутствует. Также не работают и светильники на прилегающей территории. Раз попросили, то мы, в принципе, соблюдаем это постановление. Мы, как видите, отключили наружное освещение. Но если мы уберем подсветку слова «ресторан» и название, то клиенты перестанут приходить. Но мы будем стараться экономить, ведь впереди зима, и всем будет нужно электричество. Парки и скверы тоже попадают под отключение уличного освещения. Мы провели небольшой блицопрос. И, как выяснилось, большинство граждан против отключения фонарей в таких местах. Наверное, против. А почему именно? Ну, мне кажется, молодежь выходит гулять только в это время. В принципе, и будет неудобно, да? Да. В темноте гулять некомфортно. Конечно, против. Потому что мы тоже должны гулять. И тем более сейчас еще весна, ладно, еще зимой, если это будет. Но я считаю, что это вообще несправедливо к обычным гражданам. Поэтому мы, конечно, против. Ну, наверное, да, после десяти все равно никого здесь нет. Против, потому что мы же гуляем. Да. Я тоже против, потому что, знаете, в Бишкеке мало мест, где можно отдохнуть. И парк хотя бы, знаете, в число таких единиц ходит, где можно погулять и просто, знаете, провести время с друзьями, там, с парочками, с родителями. И если они будут выключать свет, то, получается, это все пропадет. Да, конечно, против. Например, люди выходят после восьми, после девяти с работы. Они вот гуляют, ходят. Еще в темноте ходят, что ли. Тем более это город. А то, что вот после одиннадцати они отключатся, все равно вы считаете, что это... Да, это неправильно. Я за это против. Один из интернет-ресурсов также провел опрос. В нем участие приняли 5818 человек. В результате 83% опрошенных тоже выступили против отключения освещения в парках и скверах. Если центральные улицы города обещают в национергохолдинге эти ограничения не коснутся, то второстепенные погрузятся во мрак. Периферийные улочки и переулки станут небезопасными, опасаются горожане. И добавляют, что преступность не заставит себя долго ждать. Хулиганы и грабители, не опасаясь быть увиденными, будут делать свое преступное дело. А как людям по вечерам домой добираться, отмечают опрошенные. Никто не подумал. А зимой темно становится уже в пять часов. Председатель правления энергохолдинга, в свою очередь, говорит, что это мировынужденная. То есть, как говорил известный юморист, понять и простить. Страна не перезимует, если не сократить потребление. И это касается не только частных предпринимателей и парков. Сейчас экономить должны абсолютно все. Это не чья-то прихоть, а последствия природных обстоятельств. Талайбек Байгазиев сказал, что если не начать экономить сейчас, то зимой может сработать автоматическое аварийное отключение электричества из-за нехватки воды в Токтагульском водохранилище. В этом случае без света останутся уже не парки и скверы, а целые районы городов. Мы не должны доводить до этого. Мы все должны понять, что уровень Токтагульского водохранилища имеет свой предел выработки. Если сегодня 12,3 миллиардов кубов воды, мы должны 1 апреля выйти не менее более 7 миллиардов кубов воды, при котором станция Токтагульская ГЭС будет работать не совсем в нормальном режиме, но как бы допустимо. Стоит отметить, что в самом национергохолдинге пока затрудняются ответить, сколько таким образом получится сэкономить электричество. Но на сегодняшний день из-за дефицита Кыргызстан вынужден изыскивать дополнительно порядка 35% электроэнергии из соседних стран. А между тем, сегодня в светлое время суток в 10 часов утра в зале заседания Чигуркуки Неша горели 16 люстр, в каждой из которых по 60 лампочек. Кроме этого, горели там же 8 бра, в каждой из которых 8 лампочек. Байгазеев сказал, что надеется, что депутаты тоже будут соблюдать просьбу национергохолдинга. Елизи Кирпиченко, Аделит Чукоев, НТС. Кирпиченко, Аделит Чукоев, НТС.